Друзья, я просто пытаюсь отойти от рейки. Вообще у нас в гостях мастер шоковой иллюзии Вадим Свичинский. Вадим, доброе утро, привет! Доброе утро! Радостный, позитивный. Почему шок? Почему шоковая иллюзия? Что это такое? Потому что магия. Есть классический фокус, экономичный какие-то, а есть более... То есть такое что-то необычное, того, что не видели. Когда, например, берешь... Вот у тебя какой телефон, Аркадий? Сломанный уже. Сломанный? Сименс. Сломанный. Сименс, да? У кого-то, например, а у людей айфоны, там всякие разные дорогие. У меня есть айфон. У тебя есть айфон? Да. А, я же видел, да, кстати. И вот я беру, представляешь, твой айфон беру, убираю в конверт, там еще шесть конвертов, даю тебе игральный кубик, ты его кидаешь, какой номер выпадает, потому я бью молотком. И так мы находим твой телефон. Ну как телефон, остатки. Остатки телефона, вот это шок. Вот это магия. Мужчина, мужчина приходит, у него дорогой пиджак. Так. Что мы делаем? Берем сигарету, затушиваем в пиджак, прямо тушим всей компанией, всем корпоративом, тушим ему в пиджаке сигареты, а он прожигается. Так. Мужчина в шоке. Мужчина в шоке, поэтому Вадим Свичинский, мастер шоковой иллюзии, наверное, как-то это так. И поэтому Вадим живет за городом. Вадим, как вы вообще к этому пришли? Как вы поняли, что хотите поражать, удивлять и шокировать людей при помощи ваших рук? При помощи моих рук. Когда мне было 12 лет, я учился еще в школе, и там нашел книгу, она объясняла простые фокусы. Книга была на авторстве, кстати, советских мастеров еще, Рутюна Копяна, вот этой всей бригады. И я ее всю изучил, и меня это как-то заворожило, так невероятно, такого никогда я не испытывал, вот это удивление. Я бы даже сказал шок. Шок. Шок уже пошел дальше, когда я стал постарше, а тогда уже пошел шок. А тогда были фокусы. Вадим, ты хотелось? Хочется удивляться, хочется поражаться, хочется смотреть, что у меня есть. Вадим. Во-первых, подсказка по тексту, да, мы видим высотан воды и карты. В принципе, набор 1 января. Что будем делать? Ну, давайте посмотрим. Вы внимательны? Ну, конечно. У меня для вас есть небольшой тест на внимательность, это красный шарик, вам видно? Видно. Смотрите, раз, два, три, в какой руке? В этих. Совершенно верно. Это было просто начальный вариант, поехали дальше. Одну ручку вот так, другую вот так же. Один шарик вам на ладонь и второй. Вы готовы? Зажимаю, да? Нет, открывайте ручки. Смотрите, один шарик я беру себе, один вы зажимаете в кулачок. Держите крепко, держите? Да. Верите, что сейчас ваш прыгнет ко мне, а мой к вам? Нет. Не верите? Я верю. Аркадий, дуй. Дунуть? Конечно. Я люблю. Открывайте руку. Видите, они поменялись местами, это тонкий фокус. Шок. Сделайте еще раз выкид, да. Кстати, олигархи платят миллионы за этот трюк. Смотрите, опять же, что происходит. Один шарик я беру себе в руку, один вы в кулачок зажимаете, очень крепко зажимаете сейчас и дуйте. Дуйте мне. На кончиках пальцев. Дамы и господа, я растираю этот шарик, он становится меньше. Аркадий, вам видно? Видно, я не вижу. Теперь нет. Поймали? Ага, вот. Мне кажется, что Вероники доплачивают. Мне кажется, что Вероники доплачивают. Мне кажется, что Вероника все договорилась. Вам ахистенка не нужна? А вы хотите поработать? Да, я хочу, чтобы меня распиливали, разрезали. Так, это уже дурацкие фантазии. Дальше. Что дальше? Карты. Хотите карты, будут карты сейчас. Карты, карты, это моя любимая, я так заработал первый рубль. Как говорится, первый капитал. Работать с картами можно по-разному, можно профессионально, можно и нет. Покажу несколько фокусов. Давайте с вами. Ну, конечно, самое доревшее. Любую карту выберите, какая вам нравится. Вот. Вот эта нравится? Вытаскивайте ее смелее. Для вас есть маркер, поставьте свой автограф на ней. Ну, крестик, как ты обычно подписываешь. Надо показывать кому-то? Можете в камеру показать, главное мне не показывайте, чтобы я отвернулся. А в камеру можете показать. Какой интересный автограф. Запомнили. Готово? Да. Поворачиваюсь? Да. Можно вашу карту? Сейчас только взял, разведу. Меня не проведешь. Меня не проведешь, да. Убираю ее в серединочку колоды. Щелкать пальцами умеете? Да. Щелкайте. Очень хорошо. Смотрите, раз, два, три, она уже сверху. Это ваш автограф. Ой, мой, мой. Это было просто. Давайте еще раз. Готовы? Да. Смотрите, я еще раз уберу вашу карту в серединочку. Щелкните пальцами еще раз. Она уже опять сверху, да? Вот это было неожиданно. Здорово, здорово. Будет сейчас больше неожиданно, потому что у меня есть три карты с вашим автографом. А вы что? Ну, это серьезный факт. Смотрите, первая карта это ваш автограф. Я убираю. Две какие остаются, как думаете? Две другие есть? Нет. Первый автограф ваш и еще один. Как это? Как это? Как это? Как это? Примерно вот так. Но самое невозможное то, что это правда разные карты. Они даже не похожи. Автограф всегда один. Как-то так это работает. Зато все Буби, понимаете? Вот это я. Это я постарался. Буби, это моя любимая. Так. Вы знаете, я как бы и так девочка, да? То есть туго процесс идет вообще мыслительный. Но утром это вообще тяжеловато соображать. Я не могу понять вообще, как было. Там мне тяжело. Катя, вы говорили про стакан воды сегодня, да? И я верю в ваш художественный интернет. Нарисуйте, про рыбку говорили сегодня до эфира. Нарисуйте, что хотите. Рыбочку золотую, с короной, со всем, с чем угодно. У меня сейчас вообще вопрос возник в голове. Вы ее откуда доставать собираетесь? Рыбку. Так Аркадий же рисует уже. Аркадий, я бы наше мисси никому ее не показывал, но... Почему? Чтобы все разочаровали в своих талантах. Давайте, Аркадий, сюда вытащите листочек из держателя, и мы постараемся что-нибудь попробовать. Что, мы сейчас рождать рыбку будем? Вам, да. Ваше искусство, конечно же, принадлежит мне. Я посмотрел, уже интрига пропала. Интрига пропала? Синий. Аркадий, а где рыбка получилась? Ну что, вы готовы? Волшебные слова знаете какие-нибудь? Кребли-крабли. Это же запрещенные заклинания, Аркадий. Смотрите внимательно. Готовы сейчас? Дуйте. Штепсель-мепсель-пукс. Держите стаканчик. Так. А мы постараемся сделать... Маленькая моя хорошенькая, где же вы ее держали? Аркадий, это вам? Настоящая рыбка, посмотрите. Причем, надо сказать, практически один в один, ребята. Похожа, да? Конечно. Я... Она живая. Конечно, я серьезный человек, она по-настоящему живая. Она исполнит твое желание, Аркадий. Я надеюсь. У меня есть пара, я как раз подготовил. Есть пара интересней? Так. Есть еще? Конечно, есть. Я сегодня пришел, как говорится, не просто так. Так. У вас какая-то миссия, цель? Я тоже больше скажу, мы поэтому вас и позвали. Забавно, Аркадий. Ну что, готовы? Готовы. Так. Опять же, давайте вы все-таки мне поможете опять любую. Возьмите, как вам нравится. Что ж с моими пальцами-то не то? С ними все в порядке. Опять же, автограф выставьте только побольше, чтобы его было видно, чтобы его нельзя было никаким образом подделать. Ну что? То есть настолько побольше? Настолько побольше. Подождите. Сюда? Давай. Все, прекрасно, давайте сюда. Сейчас опять посмотрим. Вот так и работает. Вот так вот сделать, посмотреть. Ну что ж, вашу карту я убрал, перетасу, как тасует в американском казино. Может, видели такую-то ссылочку? Она там просто делала, потому что это мое первое состояние. Мое прошлое. Хорошо, я возьму тоже одну карту, наверное, семерку Буби. Вы же любите Буби, Аркадий. Я, это моя любимая. Так, подождите на минуточку, вы еще и менталист, что ли? А вы как думали? Да. А, то есть сейчас вы изобразите то, что я нарисовала или нет? Нет, я просто подпишу свою карту. Вадик. Вадим. Ну, Вадик мне тоже нравится. Что будем делать? Вы готовы? Да. Неожиданно, семерка. Семерка Буби, конечно, неожиданно. Ну что происходит? Вашу карту надо найти? Конечно, нужно найти. Щелкайте пальцами, я начинаю ее находить. Раз, два, три. Это моя, но, опять же, как это происходит? Готовы? Раз, два. Так, это моя уже карта. Держите, держите руку вот так. Конечно же, ваша карта, но я же фокусник, и, дамы и господа, я не мог прийти просто так. Вы опять почувствовали что-нибудь? Посмотрите карту. Вадик. Я вам больше скажу, она только что чувствовала, как у нее шарик в руках. Что-то магическое явно есть. Просто странно, что у фокусников карты хранятся везде, даже во рту. Это было... Это было сильно? Это было шоково. Собственно, то же самое. Ну что ж, Вадим, как так получилось? Вы нашли книгу, все хорошо. Вы начали как-то практиковаться, правильно я понимаю? Да, конечно, практиковаться. Потом, у вас есть какие-то, я не знаю, существуют ли какие-то авторские фокусы? Или вы пишете их, вы создаете их? Как вот вообще рождается идея того, что сделать, чтобы люди удивились? Помимо того, что красиво тасывать карты. Это мой талант, красиво тасывать карты. Ну как это происходит? Есть авторские фокусы, как сказать, сейчас очень сложно, потому что уже многое придумано. И сейчас для современных фокусников задача наиболее сложнее, чем была, например, 10 лет назад. И стараемся брать какую-то старую идею, например, старую идею, какой-то фокусника, и мы ее переделаем в современный реалити. То есть есть, например, фокус-веревка, когда веревку разрезаешь, потом она опять соединяется. Но ты же не будешь сейчас ходить по улице с веревкой. Но есть же наушники у людей, можно взять и переделать, сделать этот фокус только с наушниками. И это уже осовременить, конечно. Чтобы это было для нового поколения, это было интересно. А скажите, пожалуйста, Вадим, кто для вас именно гуру среди фокусников? Ну, гуру. Гуру, наверное, нет такого. Есть и люди, которых иллюзионистов не нравится смотреть всегда, даже что я уже видела. Это, наверное, Дэвид Копперфельд, один из лучших. Он как и актер, как и шоумен, как иллюзионист очень сильный. Таких, как он, еще пока не было. Хорошо. И еще не... Что будет дальше? Есть ли у вас какие-то планы на будущее? Может быть, есть ли какой-то фокус, который вы хотите научиться показывать? Или вот в планах? Ну, конечно, есть миллион планов. То есть столько еще всяких тем, столько техник, которые я еще никогда не пробовал. И да, то есть у меня на ближайшие 80 лет уже все расписано, то, что делать. Может быть, в следующий раз, когда вы придете в нашу студию к нам на эфир, эта стойка исчезнет наконец-таки? Мы же давно хотим ремонт. Абсолютно, это будет. 18-й год, мечты исполняются, все будет хорошо. И, как говорится, что буду дальше делать? Наверное, буду выступать, совершенствоваться, что-то будет еще невероятнее, невероятнее, невероятнее. Супер, здорово. Только так. Работаем. Работаем, друзья. Вадим Свящинский, мастер шоковой иллюзии. Вероника Михайлова, мастер удивления. Осистенка. Мастер того, что будет дальше. Рубрика «Сегодня вечерком».